Есть только одна новость, ну не считая там уже мелких, которые там, ну, раньше бы они считали скромной новостью, сейчас даже и говорить о них не стоит, потому что это рабочие тихущие моменты. Единственное новость, которая хоть немного заслуживает внимания, такая мелкая, это то, что в лаборатории мы подтвердили теорему существования, собственно говоря. Мы показали на практике, что в корпусе, в габаритно-присоединительных размерах корпуса двигателя Е1 можно выполнить двигатель класса энергоэффективности, класса Е4, как минимум для одного типа двигателя. Поэтому то, что мы говорили, то мы и подтвердили. То, что мы получили расчетным путем, то, что мы проверили на моделях, то теперь получили на практике. Но тем не менее, значит, мы получили Е4 двигатель, провели всесторонний тест, и все это подтверждается, работа сейчас. Готовится еще ряд типов двигателей для проведения испытаний, поэтому все, что запланировано, реализуется в графике, и помимо работ, связанных с созданием основного объекта, ведутся работы, проектные работы. И они не останавливаются ни на минуту, в принципе. Но за счет этого мы пытаемся догнать то основание, которое идет у нас из-за наших подрядчиков. Поэтому мы сейчас можем там определенные габариты проектировать и делать в инновационном, вернее, в инициативном порядке работы. Мы их ведем. Также мы получили два двигателя Сильница, класса Е3. Сейчас по мере возможности тоже проводим всесторонние тесты. И как только мы подготовим двигатели такой же мощности и на такие же обороты, как и Сименс, на наши разработки, мы предоставим сравнительные испытания, результаты сравнительных испытаний. В одном из постов я в ходе первого выступления Павла давал ссылку на форум двигателемайфор.ру, раздел протоколы, там есть и стендовые испытания разные, там выложены протоколы, подписаны, утвержденные протоколы испытаний двигателей 90-го габарита, как со стандартными обмотками, так и после замены обмоток на совмещенные. Поэтому можете познакомиться. Если кто-то найдет какие-то несоответствия, было бы интересно. Протоколы достаточно выверены. Поэтому прошу с ними ознакомиться, те, кто действительно желает ознакомиться. Можете скачивать, смотреть, распечатывать. В ближайшее время будут подготовлены и опубликованы протоколы на двигателе сотового габарита на 1000 оборотов в минуту. Также будут подготовлены протоколы, уже завершаются работы по переводу протоколов на английский язык. Они тоже будут опубликованы. После того, когда будет выполнена модернизация сайта Solar Group, вернее, SolarMarsh.ru, официального сайта компании SolarMarsh, наши с вами, мы начнем заполнять раздел протоколы испытаний. Вот и все эти протоколы будут выкладываться туда по мере проведения всех этих работ по испытанию двигателей. Они будут доступны для скачивания, как на форуме, так и на сайте нашем официальном компании SolarMarsh, на сайте SolarMarsh.ru. Основные работы, то, что заказчиками идут, тяжелые полномерные работы по площадке, тоже очень много согласительных работ идет. Эти работы сейчас такие тяжелые, муторные, но через них надо пройти. с чиновниками не все просто, но все равно мы знаем, что сколько веревочки не виться, конец всегда находится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok